Всем привет! Меня зовут Гучин Кирилл. Я разработчик спиннингов Nord Stream. И сегодня хочу рассказать про вторую серию достаточно бюджетных форелевых спиннингов. Это Ариатор 2. Собственно говоря, те, кто знаком с первым вариатором, наверное, ждали нечто подобное. Но вы ошиблись. Ничего общего с первым вариатором Ариатор 2 не имеет. На самом деле, если хотите что-то близкое к Ариатору первому, то смотрите Слендер, о котором я уже рассказывал. А что же такое Ариатор 2? На самом деле это максимально арийная палка, которая заточена исключительно на ловлю форели в стоячей воде на определенной приманке. То есть колебалки, резину, ну и соответственно какие-то не сильно упористые воблеры. В чем нюансы? Нюанс номер 1. Жесткость. Эти палки мягкие. То есть если мы посмотрим, вот эта серия до 5 грамм. Она мягкая, она будет максимально хорошо держать выважимую рыбу. В отличие от Слендера, который в первую очередь рассчитывал со мной для новичков, Ариатор уже для тех, кто не хочет сильно тратить деньги с одной стороны, с другой стороны хочет получить максимальное удовольствие от вываживания. То есть отработка палки будет фантастической, гарантирую. Потому что я с ними провел много времени на воде, поймал много форелей. Ну вот, и уже четко понимают, естественно понимают, что к чему. Основные нюансы, моменты еще. Значит, во-первых, строй. Строй между средним и медленным. Но это понятно, арийная тема. Второй момент важный, на мой взгляд. Если на первых вариаторах стояли китайские обычные кольца, здесь мы поставили Сигайд. Сигайд нам дает что? Сигайд нам дает максимальное облегчение бланка. Потому что вставочки тоненькие, оправы тоненькие. Ну и как бы Сигайд я уже пользуюсь давно, много лет. Далека нет вообще. Плюс глобальный в том, что мы сильно-сильно выиграем в весе вершины. То есть с одной стороны вершинка мягкая, с другой стороны скорость возврата у нее достаточно быстрая. По крайней мере быстрее, чем была бы при более тяжелых кольцах. Дальше по материалам. Материал здесь получше, чем в Слендере. Естественно, ни о каком высоком модуле речи не идет. Просто потому, что спинник мягкий. Аксиома простая. Чем выше модуль, тем жестче спинник. Здесь модуль примерно такой же, но процент связующего при проектах меньше, чем у Слендера. Еще один нюанс, как бы другой держак. Держак прям такой красивый. Да и вообще на мой взгляд спинник получился таким интересным по внешнему виду. Держак удобный, проверяли. То есть прям специально подбирали оптимальную длину, чтобы все лежало в руках. Очень короткий фор, чтобы можно было управлять приманками. Будут вопросы, почти уверен, почему нету вклейки. Да, потому что при таком строе вклейка-то особо и не нужна. Собственно говоря, ловить резины можно совершенно спокойно без вклейки. Вот на обычные тубулярные модели. По длинам и тестам все то же самое, как на Слендере. То есть от 6 футов с тестом 0.3.3 и до 6.8 с тестом 0.8.7. То есть практически, что я сделал. Я сделал две серии. Одну для начинающих, другую для оценителей. Под те же условия, под те же задачи, чтобы можно было ловить практически во всем диапазоне форелев приманок. Но если Слендер, например, более мощной особенной версии, можно спокойно ловить на какой-нибудь речке, то здесь, благодаря этому строю, я бы это делать не стал. Это уже практически по строю почти мебаринговые палки, но в довольно бюджетном сегменте. То есть цель и задача. Новичок берет себе Слендер, тот уже форель половил, понимает что и как и хочет действительно удовольствие при вываживании, максимально комфортной работы с приманками, тот берет себе Ариатор. Что еще? Длина рукоятки, как и у Слендера короткие. Про Слендера я имею в виду Слендер второй, естественно. Вот, все разнесенка, максимальный экономный вес, очень комфортно лежит в руке. То есть заброс вкладываться не надо, махнул, полетел, но на всякий случай все-таки ручку я сделал чуть-чуть длиннее, чем у одноруких моделей. Мало ли, кому-то надо там придержать второй рукой. Наверное, на этом все. Нормальное видео, как и на Слендер 2, мы сделаем однозначно, когда растает лед. Мы поедем на платник, и там уже половим, покажем, как и что работает там с резиной, с колеблом, с воблерами и вот с этим набором, который мы используем обычно для логи форели. Интересно, подписывайтесь на канал. Скоро порадуем вас другими видео с новыми сериями. Будем рассказывать, показывать, объяснять. Всего доброго, всем пока!